Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 49. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 1 стих. Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Толкование блаженного Фефилакта. Слово опять показывает, что он и прежде был опечален. Впрочем, не сказал явно, вы и прежде огорчили меня, но другим образом. Я не пришел для того, чтобы опять не огорчить вас, что, впрочем, имеет одну и ту же силу. Ибо он потому опечалил их упреками, что они опечалили его грехами. Но для них было удобовыносимее. Второе Коринфянам, 2, 2. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Толкование. Хотя я и огорчаю вас, говорит, упреками и негодованием на вас, но благодаря этому же и радуюсь, видя, что вы до того уважаете меня, что мое негодование и упреки производят в вас скорбь. Ибо не итог так не радует меня, как скорбящий так при виде моего негодования. Это показывает, что он не презирает меня. Он радует меня, потому что таким образом подает надежду на свое исправление. Второе Коринфянам, 2, 3. Это самое и писал я вам, дабы придя, не иметь огорчения тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Толкование. Для того написал я теперь к вам, чтобы вы исправились, и чтобы, застав вас неисправившимися, не имел я скорби от вас, которым надлежало доставлять мне случаи к радости. Написал, говорит, надеюсь, что вы исправитесь, и тем обрадуете меня. Моя же радость, радость для всех вас. И сказал я, дабы придя, не иметь огорчения, потому что имею в виду не свою пользу, но вашу. Ибо знаю, что если увидите меня радующимся, то будете радоваться. А если увидите меня скорбящим, то будете скорбеть. Второе Коринфянам, 2, 4. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Толкование. Поскольку сказал выше, что он радуется, когда они скорбят, то, чтобы не сказали, ты потому стараешься опечалить нас, чтобы самому радоваться, объясняет, что он сам весьма скорбит. Скорбит боли, нежели сами согрешающие. Не от скорби только, но от великой скорби. И не со слезами только, но со многими слезами написал я. То есть печаль, сжимая и стесняя сердце мое, подавляла его. И потому писал я, подобно отцу и одновременно врачу, который, производя над сыном сечение и прижигание, вдвойне скорбит и от того, что сын болен, и от того, что сам должен подвергать его сечению, но с другой стороны и радуется от того, что надеется на выздоровление сына. Так, говорит и я, оскорбляя вас согрешающих, скорблю. Но с другой стороны и радуюсь, когда вы скорбите, ибо имею надежду на ваше исправление. Не чтобы огорчить вас, следовало бы сказать, но чтобы исправить. «Однако не говорит сего, а услаждает речь, желая привлечь их уверением, что он любит их более, нежели других учеников, и что если огорчает их, огорчает по любви, а не по гневу. Ибо тот знак величайшей любви, что я скорблю о ваших согрешениях и спешу делать вам выговоры и тем огорчать вас. «Если бы я не любил вас, то оставил бы вас без вращивания». 2 Коринфянам 2.5 «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас толкование хочет, через это утвердить любовь к впадшему в блудодеяние, о которой писал в первом послании. Ибо по приказанию Павла они все отвратились от него, как внушающего омерзение». Итак, чтобы опять приказанием противоположного, то есть принять его и оказать ему расположение, не соблазнились о Павле, как о непостоянном, весьма благоразумно предлагает слово и делает и их участниками в прощении, говоря, «как он опечалил всех нас вообще, так все вообще должны радоваться и о прощении его. Ибо не меня только, говорит, опечалил он, но и всех вас частью, то есть поразил малой некоторой скорбью. Не скажу, чтобы совершенно опечалил и вас, равно как и меня, но все же, чтобы не отягчать его, впадшего в блудодеяние, частью, говорит, опечалил он вас». Это ядное дело, что он показал раскаяние. У нас такой случай один был, так он обнаглел, ушел в какие-то секты по-разному, поносит православие. Как его прощать-то? Он озверел. Совершенно. Его даже внешне узнать никогда бы не узнал. Я был близок к нему. Я вижу, он приехал на похороны одного. Несчастье было. Я не могу понять, что это за человек такой, если. То есть все изменил Господь. И внешность, и все. Так, 2 Коринфянам 2,6. «Для такого довольна сего наказание от многих. Толкование. Не говорит для впадшего в блудодеяние, но для такого, как и в Первом Послании. Но там не хотел даже именовать его, а здесь, щадя его, никогда не вспоминает о грехе, научая и нас сочувствовать находящимися в преткновении». 2 Коринфянам 2,7. «Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью». Не только, говорит, снимите запрещение, но и нечто большее даруйте ему. И утешьте его, то есть возродите, увращуйте его, подобно тому, как наказавший кого-либо не только отпустил бы его, но и приложил бы заботу к исцелению его ран. Хорошо же сказал, вам лучше простить, «Ибо что бы он ни подумал, что получает прощение, как достаточно исповедавшийся и довольно покаявшийся, показывает, что он получает прощение не столько за покаяние, сколько по снисхождению их. Следует, говорит, принять его, утешить и увращивать, дабы он не был поглощен, как бы зверем, какими, или волнами, или бурей, или что бы от отчаяния не дошел до самоубийства, как Иуда, и что бы не сделался еще хуже, то есть не в состоянии, будучи переносить скорби, а чрезмерного наказания, не предался большему нечестию. Заметь, как и его обуздывает, что бы он, получив прощение, не сделался еще нерадивее. Я, говорит, принял тебя не потому, что ты совершенно очистился от скверна, но, боявшись, что ты по немощи своим мог бы сделать что-нибудь хуже. Заметьте то, что наказание следует назначать не только по свойству грехов, но и сообразуясь со свойством духа согрешивших. Второе Коринфянам 2, 8. И потому прошу вас оказать ему любовь в толковании, не приказывая тоже, как учитель, но как защитник просит судей оказать ему любовь, то есть крепко любовью, а не просто, и как случилось, принять его. Показывая также и их добродетель, ибо те самые, которые прежде так любили человека, что гордились им, теперь по причине его греха возымели к нему такое отвращение, что сам Павел ходатайствует за него. Второе Коринфянам 2, 9. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны толкование. Устрашает их, чтобы, опасаясь осуждения в неповиновении, охотнее оказали человеку снисхождение. Я для того и писал, чтобы узнать на опыте вашу добродетель и повиновение. Так же ли окажете вы мне повиновение теперь, когда его следует утешить, как оказали он и тогда, когда я наказал его. Ибо такой смысл слов. Во всем ли вы послушны? Хотя он писал не для этого, но имея в виду спасение согрешившего, однако говорит, для того, чтобы тем более расположить их пользу виновного. Второе Коринфянам 2, 10. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. Толкование. Этим смягчает несогласие и упорство, по которым они могли бы не оказать человеку снисхождение. Ибо здесь представляет их источником его прощения, а себя соглашающимися с ними. Чтобы они не подумали, что прощение представлено их власти, и вследствие того не пренебрегли прощением человека, показывает, что он уже даровал ему оно, чтобы они не могли воспротивиться ему. А чтобы они не оскорбились, как пренебрегаемый, говорит, для вас даровал ему я прощение, ибо я знал, что вы будете согласны со мной. Затем, чтобы не показалось, что он простил его до людей, присовокупил от лица Христова, то есть простил по воле Божией пред лицом Христа, и как бы по его повелению, как представляющий его лицо. Или во славу Христа, ибо если прощение совершается во славу Христа, то как не простить согрешившего, чтобы прославился Христос? 2 Коринфянам 2.11 Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы, толкование, чтобы, говорит, не было общего вреда, и чтобы не умолилось число стада Христова. Прекрасно назвал он это дело обидой, ибо дьявол не только принадлежащее ему берет, но и наше похищает, преимущественно вследствие нашего же поведения, то есть по причине неумеренно налагаемого покаяния. Интересно. Покаяние, прелюбодеяние от 7 до 15 лет. Правило, Василия Великого и Церковь приняла. Так это человек уйдет, ну уйдет, уйдет. Никогда. Волшебник, занимается волшебством, как там Кашпировский. 18 лет, как вольное убийство. А сегодня ничего нет. Аборт сделала 10 лет. 10 лет приближенное плакать только может. И при очень больших слезах епископ там решает, на одну треть только уменьшить. Все, досрочное освобождение, УДО. Нет? Сегодня экономия. Придумали слова хитрые. Экономия. Что это означает? Означает попрание всякой строгости, и поэтому люди и грешат без ума. И над нами смеются 2 миллиарда мусульман. Как у вас легко. Пришел, к вашему муле что-то сказал, и все, опять иди делай то же самое. А этот мула пузатый стоит, он, говорит, земли не видит давно. Не то, что неба. Поэтому коварство и обман дьявола назвал умыслами его, и упомянул о том, как он губит подвидном благочестие. Ибо он ввергает в погибель не только тем, что вовлекает в блудодеяние, но и безмерной печалью. Как же не обида это, когда он уловляет нас через нас же самих. 2 Коринфянам 2, 12-13. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстие было дверь к Господу, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Толкование Фифилакта выше упомянул о скорби бывшей с ним Васии и показал, как освободился от нее. Теперь опять извещает, что опечален и другим, тем, что не нашел Тита. Мобильники не работали еще, и не нашел Тита, и какое беспокойство проявляет, какая ценная была фигура Тит. И оставил рукоположить, довершить недоконченное. Недоконченное, уверовали там разные баптисты, недоконченное, а это они все уже выметают. Титу 1.5, читай. 14.23, Деяния апостолов. Ничего не хотят видеть, что обольщение дьявольское. Ибо, когда нет утешителя, становится тяжелее. Итак, зачем вы обвиняете меня в медлительности, когда я испытывал столько бедствий, которые не позволяют нам ходить по своей воле? Говорит, что отправился в Траду не без намерения, но для благовествования, то есть для того, чтобы проповедовать. Почему же ты хотя проповедовал, но недолго? Потому что не нашел Тита. Или Тита. Не имел покоя духу моему, то есть печалился, скорбел по причине его отсутствия. Уже ли поэтому ты оставил дело Божие? Не поэтому, но потому что вследствие его отсутствия дело проповеди встречало препятствие. Ибо Павел сильно желал проповедовать, но препятствовало отсутствие Тита, который много помогал ему, когда находился с ним. Вот интересно, как Павел, ему вдруг такая нужда в одном человеке. Вокруг него там много было людей. Вот это тайна. Что он проповедовал? Говорил ему, давал, или наиболее такие, которые уже готовы были, отдельно, группа занимался, вел занятия, не знал. Не был там долгое время по причине затруднительных обстоятельств. Ибо хотя отверстие было великая дверь, то есть много было дела, но за отсутствием помощника оно встретило препятствие. Комментарий Игнатия Лапкина. Почему сегодня во всех отсчетах о поездке патриархом или архиереев говорят только о богослужении, литургии и ни одной обличительной проповеди против тех, кто стоит перед ними, кто разворвал страну, кто еще вчера был гонителем и разрушителем. Слово проповедь сегодня, как и народное слово в лексиконе православных, да и проповедовать то вовсе не означает что-то прочитать по бумажке, как ленивому школьнику по шпаргалке. Почему с таким пустым сердцем и разумом пастыри бесстыдно выходят перед народом? Они вообще не желают доносить слово Божие через живую проповедь народу. Слово проповедь это изгой, будто счета выдумка из первых веков. 2 Коринфянам 2.14 Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Толкование. Так как упомянул о многих скорбях, о скорбе Иваси, о скорбе в Троаде, о скорбе от того, что не пришел к ним, то, что бы ни показалось, что он перечисляет скорби с печалью, говорит, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать, то есть, делающему нас славными. Ибо триумфом называется шествие царя или полководца по городу с победой и трофеями. И нас в победе над дьяволом Бог делает славными, потому что то, что кажется бесчестьем, составляет нашу славу, ибо тогда падает дьявол. Все же это бывает во Христе, то есть через Христа и через проповедь. Или за то, что торжествуем во Христе, прославляемся, ибо, нося самого Христа, как трофей какой, прославляемся его сиянием. Мир многоценный, говорит, есть познание Бога, которое мы открываем всем людям. Лучше же сказать, не самое мира, не самое мира, но благоухание его, ибо настоящее познание не совсем ясно, но как бы сквозь тусклое стекло гадательно. 1 Коринфянам 13, 12 Итак, подобно тому, как кто-нибудь об оне благоуханиях знает, что где-то находится мира, а каково оно по сущности не знает, так и мы знаем, что есть Бог, а кто он по сущности не знаем. Итак, мы подобны кодильнице царской, и куда ни приходим, приносим благоухание духовного мира, то есть благопознание. посему сказав выше, что всегда торжествуем, теперь говорит, мы во всяком месте сообщаем благоухание людям, ибо всякое место и время полны нашими наставлениями. Итак, должно мужественно терпеть, поскольку и ныне, еще до получения грядущих благ, прославляемся до такой степени. 2 Коринфянам 2, 15, Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих толкованиях. Говорит это и потому, что мы сами себя приносим в жертву, умирая из-за Христа, или потому, что при заклании Христа и мы воскуряем некоторое благоухание, благовоние. Смысл же слов его следующий. Спасается ли кто, или погибает, Евангелие сохраняет свое достоинство, и мы продолжаем быть тем, что мы есть. Как свет, хотя ослепляет слабых зрением, однако остается светом, или как мед, хотя бы казался горьким для страдающих желтухой, однако не перестает быть сладким, так и Евангелие издает благоухание, хотя неверующие погибают. И мы Христово благоухание, но не просто, а Богу. А если Бог определил так о нас, кто станет противоречить? Второе, коринфянам 2, 16. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Толкование. Поскольку сказал, мы благоухание и в погибающих, то, чтобы ты не подумал, что и погибающие угодны и приятны Богу, присовокупил следующее. Обоняя благоухание это, одни спасаются, а другие погибают. Как мира, говорят, удушает свиней и жуков, так и Христос положен камнем соблазна и преткновения, так и огонь золото очищает, а терния сжигает. Поскольку так много сказал словами мы благоухание и торжествуем, то опять старается умереть речь. Для этого говорит, что мы сами по себе без помощи Божьей недостаточны, ибо все Ему принадлежит и нет ничего нашего. Второе, коринфянам 2, 17. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе. Полкование. Здесь указывают на лжиапостолов, которые почитали благодать Божию собственным делом. Потом ему говорит, я сказал, кто способен и все усвоил Богу, что я не таков, как и вы лжиапостолы, но не повреждаю и не извращаю дара Божия. Намекает на то, что они примешивают к евангельскому учению ухищрение внешней мудрости и стараются продать за деньги то, что следует давать даром. Но мы не таковы. Посему присовокупляет следующее. Говорим от чистого и неспособного к обману ума, и как получившие то, что говорим от Бога, а не как нечто, совершенное нами. во Христе, то есть не от своей мудрости, но вдоховленной его силой, а пред Богом сказал, чтобы показать правоту и открытость сердца. Наше сердце столь чисто, что мы открываем его Богу. Комментарий Игнатия Лапкина. Все, чем сегодня торгуют в церкви, пытаются оправдать Евангелием. И это есть кощурство. Словом Божьим оправдывает любые действия безбожных властей. И где бы какая кара Божия не случилась, каких бы нечестивцев и богохульников Бог не покарал, там уже слышится бряцание православных кадил, уже совершает поминовение, совершенно не понимая, что они делают, навлекая на себя проклятие Божие. Еремея 48.10 Проклят, кто удерживает меч его от крови. Вот все, все отпевает, в Афганистане были, в Чечне, везде, всех отпевает. Самолет упал, при Саре там, при Суне, вообще о Боге не думали, отпевает. То есть они не верят ни в что, просто ряженые, называют казаков. Казаками обложились, идут. Совершенно мирская организация. Какое отношение казаки имеют? Казаки там или цыгане, совершенно неверующие люди. Идет курить рядом со священником, замещание сделали, а он тебе кулак показывает. Хамьё. Это никогда того только что, два дня назад было. Наши шли, и такая история была. Второе Коринфянам 3.1 Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Толкование. Поскольку сказала себе много великого, то говорит, не скажет ли кто? Что это, Павел? Говоря сие о себе, ты сам выхваляешь себя? Отстраняет это возражение следующими словами. Говорит это с силой, делая речь свою более выразительной. Намекает же на лжеапостолов, которые, не имея о своих делах ничего, что могло бы сделать их известными, сочиняли одобрительные письма, представляли их кому хотели и таким образом рекомендовали и приводили себя в известность. Слова его, высказываемые силой, имеют такой смысл. Придумали побрякушки разные, церковные награды, такие же там крестики, Даниила московского, ой-ой-ой, да где это это видно. Награда одни раны Христова, язвы. И Павел это показывал. Я более их потрудился и все. Первый Вселенский собор, император, императору представили епископов, которых мучили, но не казнили. Все, перестройка началась. И у них пальцы как на железный раскаленный брусок клали, и они так и засохли. Вот такие вот. И он их целовал, эти руки. Вот награда какая. Раны за Христа. А здесь по брягушками разные там палец, тряпочки, эти шлейфы сзади несут по пять метров. Комедия, просто комедия. Так, имеет такой смысл. Уже ли кто скажет, что мы должны представить вам одобрительные письма, чтобы прийти через них в известность у вас? Или же представлять такие письма от вас к другим, затем с чувством присовокупляют? Затем 2 Коринфянам 3.2 Вы наше письмо написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Толкование. Что говорит, сделали бы письма, в которых вы стали бы одобрять и прославлять нас? То самое исполняете вы своей жизнью по вере, которую все видят и слышат. И куда бы ни отправились мы, всюду носим вас с собой, потому что вы написаны в нашем сердце и мы всем возвещаем о вашей добродетели. Таким образом, поскольку вы для меня одобрительное письмо к другим, то я не нуждаюсь в других письмах от вас, чтобы сделаться известным, не знающим меня. Также, поскольку я имею вас в сердце, то не имею нужды в том, чтобы другие рекомендовали меня вам. одобрительные письма нужны к незнакомым, а не к знакомым. Вы же так написаны в сердце моем, что не можете выйти из него. Здесь свидетельствуют не только о любви своей к ним, но и об их добродетельной жизни, то есть, что они в состоянии были доказать перед всеми людьми достоинство своего учителя, ибо украшением для учителя служит добродетель учеников. Второе Коринфянам 3, 3. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Плотяных. Толкование. Каким образом? Тем, что закон Христов и его заповеди подобны письменам пребывают и сохраняются в вас. Воспользовавшись случаем сравнить закон с Евангелием, делает здесь такое сравнение. Как Моисей был служителем закона, так и мы служители вашей веры в Евангелие. И как он вырезал на каменных скрижалях, так и мы на ваших сердцах. Закон написан был чернилами, а Евангелие написано вас духом. Итак, насколько дух отличается от чернил и сердце от камня, настолько отличается Новый Завет от Закона, поскольку у ожесточенных людей каменные сердца, то есть сердца верующих, назвал плотянами, потому что они восприимчивы к Слову. 2 Коринфянам 3, 4, 5. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому что мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. толкования, поскольку показал, что Новый Завет выше Ветхого, и естественно было заключить, что и мы апостолы, служители Нового Завета выше Моисея, который служил Ветхому Завету, но это показалось высокомерным, то говорит, нет ничего нашего, но уверенность наша, то есть похваление наше в Боге через Христа, ибо Христос есть причина того, что мы похваляемся в Боге, и нет ничего нашего, даже самого малейшего, эту именно мысль выражает словами, мы не способны помыслить что от себя, 2 Коринфянам 3,6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит, толкование, наша сила говорит от Бога, Он сделал нас способными служить великому божественному всему делу Новому Завету, и ветхий закон духовен, то есть дан Духом, но не подавал Духа, как подаст его Новый. Итак, смысл слов такой, нам вручено сообщать не букву, как Моисею, но Дух, ибо апостолы не только учили духовному и божественному, ну и сообщали Духа через возложение рук. Сообщали Духа через возложение рук. Здесь ничего не надо. Компания собралась отдельно, все, любая шпана соберется, пять человек, все, мы церковь. Закон, говорит, подвергает наказанию, когда замечает кого-либо согрешающим, даже в самом, казалось бы, с малом, какого собрания дров, забирания дров в субботу. Числа, 15 глава, 32-36 стихи. А Дух Святой, принимая совершивших бесчисленные беззакония, оправдывает их в бане крещения и оживотворяет умерших грехом. 2 Коринфянам 3-7 Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы и лица его приходящей, толкованию, показав выше различия между Новым и Ветхим Заветом, которое состоит в том, что последний пишется чернилами, а первый Духом, тот на камнях, а этот на сердцах, так же, что последний убивает, а первый животворит, теперь хочет показать, что и слава Евангелия больше. Поскольку же закон имел отчетительную славу, то есть славу в лице Моисея, а Новый Завет имеет славу мысленную, которую никто не видит учувственно, то показывает превосходство евангельской славы посредством умозаключения, говоря, что закон был служителем смерти. Не сказал виновник смерти, чтобы не дать повода еретикам, но служитель, ибо виновник смерти был грех, а закон подверг наказанию. Кроме того, закон был только буквой и не подавал подвизающимся никакой помощи, как подает крещение, но возлагал еще неизгладимое наказание, ибо этот служитель смерти был нащертан на камнях. Если таким образом закон при таком свойстве своем был так славен, то во сколько более имеет славы благодать, которая несравненно превосходит его? Прикровенно обвиняет иудеев. Они, говорит, были так грубы, что не могли взирать даже на чувственную славу. Не сказал, что закон искрежали и имели славу, но лицо Моисеева, ибо прославлен был Моисей, а не скрежали закона. Ну и саму славу Моисея уничтожает, называя ее приходящей. Заметь, однако, что не назвал ее худой, но имеющей конец и перестающей. Все. Слава Иисусу Христос!